и 20 где-то 20 раненых гражданских вы знаете дело в том что после того как расстреляли мирных людей на Андреевке вот мы уже определились окончательно в плен мы никого не берем ну есть попадаются когда-нибудь тут лазучиков ребята ловят при мне поймали одного привезли каждый день мы кого-то отлавливаем у кого не ловим того уничтожаем украинский телевидение говорит о каком-то шахтере шахтер выпущен вчера шахтер ну что что типа не знаю я впервые слышу а про рыбака это про депутата до которого на меня пишут я уже объяснял эту ситуацию значит они сбочники прослушали часть моего разговора с Игорем со Стрелковым значит он просил меня убрать труп боевика которого мы везли вот это было на пасху когда бой столкновение на глобосоке было когда у нас трое погибших вот и там был ранен один из боевиков вот его раненого погрузили в машину и везли в Славянск клинику но он по дороге скончался поэтому его выгрузили прямо на тротуаре перед избу он там лежал Игорь мне звонит и говорит Славян ну забери где-то самое жмура потому что вонять уже начинает я говорю да не вопрос сейчас с журналистами тут разберемся и пришлю в машину его ну труповозку чтобы она его вывезла все а его перед ну этот разговор просто-напросто перекрутили и якобы там ну к рыбаку приложили хотя никаких данных о том что этот разговор касается касался рыбака то есть я буквально на следующий день сразу же на пресс-конференции озвучил этот вопрос вот объяснил всем что ну не особо верьте украинским средством массовой информации поскольку они лживы вообще я не знаю в принципе придем в Киев я не знаю я превселюдно вот этих макрощелок сколько ремнем отшлепываю на хрещетике за то чтобы не врали не обманывали или я закину узел позавязываю а по вашей версии тогда кто убил рыбака по всем показаниям это дело рук правого сектора потому что были следы пыток на них на их телах вот и ну как спороты животы в общем у нас такого не делают честно скажу у нас есть много других методов убеждения чтобы заставить людей говорить были сообщения что у вас были премные которые можно было отнести к правому сектору они сейчас есть а как вы включаете что это право сектор какие заблуждения русские ну слушай да элементарно просто вот при мне задержали одного он сидит в подвале к нему наш парень заходит и говорит слава украине героям слава все вперед поехали сейчас так и скидет ну вот и все всех на подвал очищение пускай проходит то засоряет все мозги всякой хреновины потом у них неприятности потом папа и мама за них звонят ай 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 они ангелочки они хорошие они там чуть ли не знаю а у него рюкзаки 3 килограмма взрывчатки и пистолет этого ангелочка у них нормально а что вы с ними собираетесь делать вообще стоял вопрос о том чтобы менять вот пока я понимаю так что обмен удается но обмен удался только лишь из-за того что нам в руки попали офицеры в сбу из подразделения альфа